У нас очередной вечер из серии «Правда жизни». У нас сегодня телевизионная «Правда жизни». Это разговорные вечера, где любой желающий из гостей может заговориться с нашим главным героем. Меня зовут Дмитрий Корзик, это мой коллега Михаил Югин. Мы журналисты информационного агентства «Ура.ру». Я напоминаю, что после этого вечера у нас появляется на сайте «Ура.ру» расшифровка, фотографии и видео с мероприятия. Это все можно читать, обсуждать, друг к другу кидать ссылки и так далее. А гости у нас такие сегодня. Борис Ладонский, декан факультета журналистики УАРС-Магседарского университета. Борис Николаевич немножко приболел, но тем не менее, несмотря на болезнь, пришел к нам сегодня в гости, поэтому еще раз поприветствуем его аплодисментами. Это человек, который, мне кажется, учил всех журналистов голода и потому несет персональную ответственность за происходящий телевизор. Телеф-журналист Алексей Назаров. Вы редактор и ведущий программы «10 плюс» на 9-м канале. Наверное, самый зубой ведущий подобных программ. И легенда, на самом деле, Сырдовского академического телевидения, это Евгений Йенин. Журналист, генер, обладатель ТЭФ и нашей Екатеринбургской. Как вы знаете, по анонсу у вас было гораздо больше гостей, но не все оказались готовы обсудить, что же происходит с телевидением. Один тот мой знакомый ведущий с «Вестки Урал» сказал, я готов к вам прийти, но я не готов говорить правду. Поэтому, в общем, я лучше не приду, чем приду. Да, причем он телеведущий, Иннокентий Викторович Шеремет, которого мы очень хотели увидеть. И готов измечательно радоваться, что появилась такая площадка. Да, сказал, что он в публичные мероприятия ходить не очень любит, поэтому, в общем, сегодня не придет. И тоже не готов делиться с нами правдой про телевидение. А у Лены Минакива завтра начинается отпуск, и сегодня она пакует чемодан. Ну, в общем, мы в таком составе сегодня говорим про телевидение. Я бы... Вопрос у нас стоит так сегодня такой. Общая тема нашего вечера – что происходит в телевизоре. Ну, немножечко аморфно звучит, но тем не менее. Мне бы хотелось попросить у наших гостей описывать свое ощущение того, что происходит в телевизоре. Мне кажется, что вот если в 90-е годы, например, в начале 90-х, телевидение было такой, ну, не знаю, надеждой, не знаю, да, это было очень интересное явление, то в конце 90-х, особенно в 2000-е годы, с телевидением связаны очень большие разочарования. И сегодня среди многих людей, особенно среди интеллектуалов, очень модно говорить «у меня дома нет телевизора» или «я телевизор вообще не смотрю». Вот мне хочется спросить, например, начальца Евгения Енина, есть ли ощущение этого разочарования в телевидении или, возможно, какой-то ренессанс телевидения вот теперь? Говорить о телевидении в целом практически невозможно, потому что сейчас на русском языке, в оригинале или в переводе, вещают, ну, что-то каналов за 200, может быть, 250. И вот сейчас, как мы здесь сидим, волны несущие в чистоту, наши тела пронизывают. Если напрячься, наверное, можно даже немножко почувствовать. И поэтому говорить о телевидении в целом совершенно невозможно. Оно очень большое. Когда мы говорим о телевидении, мы, как правило, имеем в виду несколько каких-то центральных каналов. Но тогда нужно давайте конкретизировать, что бы с ним связано. Ну, давайте возьмем тот обычный набор из 14-15 каналов, который есть в любом телевизоре у любой бабушки. Мы не берем кабельное, мы не берем НТВ+, мы не берем какой-то интернет-телевидение, специальные телеканалы вроде усадьбы, рыбалка и охота. Мы берем... От колонки отойдет. Кто-то направляет на какой вопрос. Ну, что происходит? Телевидение вышло на орбиту. Вот оно строилось, строилось. Был полный процесс строительства. Теперь оно вышло на орбиту, и теперь оно такое, какое оно есть. Если начать людей по свободу слова, ну, ее стало меньше. Но, опять же, не все сводится к новостям Первого канала. Где-то больше, где-то меньше. Есть РНТВ, есть другие каналы, есть интернет. Вот. Сложно ответить на такой вопрос, потому что или нужно анализировать долго-нудно листы с программами всех каналов, или так вот. Здравствуйте, во-первых, всем. Знаете, давайте разделим, на самом деле, чтобы два направления выберем. Первое, это федеральное учреждение есть, но провинциальное учреждение, наверное, да? И ни для кого не секрет, оно существует. Если вас интересует вопрос, на такой стадии развития находится провинциальная... Ну, давайте Екатеринбургская телевизия. Давайте так, провинциально не будем говорить. Провинциальное обидное, очень. Преагентальное, ок Ок COVID-19. Ну, екатеринбургское телевизия. Екатеринбургское. Хорошее слово, екатеринбургское. Городское телевидение. Это, наверное, один вопрос. Федерально это, ну, не знаю. Мы, наверное, можем сделать, ну, сколько, когда смотрим телевизор. По поводу людей, которых можно и нельзя показывать, я могу сказать, что, ну, да можно всех показывать, просто время бывает разное, и времена бывают разные, все. А кого вы не подарёте? Вознер просто прям какой. А Алексей, а кого вы всех в программу не подарёте? Кого я не позову? Ну, из наших людей Антона Симакова я не позову. Ну, Антона Симакова, ну, ещё где-нибудь, Блудниц. Ну, не знаю, остальные всех позову, наверное. Ну, хорошо, вы разделили телевидение на региональное и федеральное. Что происходит в региональном телевидении, в Екатеринбургском? Да всё хорошо. Застой? Мне кажется, нехорошо. Ребята, ну, это вопрос, как и что происходит у нас в машиностроении? Не так платно, полнорачет. Давайте конкретные вопросы. Мне кажется, в региональном телевидении застой. Ну, конечно, мне не нравится Лена Минатер, которую это звал. Это не застой, а красивая девочка обещает о погоде. Женя Енин тебе не нравится? Мне нравится, например. Слушайте, нет, но Енин появился очень много лет назад. Я символ застоя. Символ Женины. И с тех пор появляется очень мало хорошего продукта. Ну, то есть, пошла же движуха и должен уйти наконец. Ну, вот Ракубич считает, что да, будет символ застоя. Ракубич может считать всё, что угодно. Кто это? Это по одессе в полном телевидении. Ну, ну, я промолчу, хорошо? Ну, я промолчу еще продюсера областного телевидения. Или директор, или продюсер четвертого канала бывший, да? Ну, вот у него застой. Вы смотрели, кстати, программу утреннюю по областному телевидению? Она идет с 7 до 8 утра. Никто не видел? Я это видел. Нет, подождите, поднимите руки, кто видел эту программу. С 7 до 8 утра она идет. Вы видели. Это, как это, китайская подделка, да? Китайская подделка утреннего экспресса, например. Вы можете посмотреть и видите это все. Ну, там застой, да. А где еще застой? Ну, так получилось просто. Надо было дырку закрыть. Вот закрыть так. И все никто не видит, если все на сомнительной никак не оценивают. Где еще застой? Чего сейчас новый губернатор к предмету? Движуха, начинка. Судьба так распорядилась. Я нахожусь в так называемой комиссии подрастности. Она при Палате представителей. Ну, Союз журналистов мне оттуда коптировать. А я возглавляю, это Антоний Павлович Марчевский, вы знаете. И вот от Палаты представителей. Вот они все время говорят о том, что на телевидении, да, не просто что-то происходит. Там вообще страшное дело. Разврат несут молодому поколению. Насилие и так далее. Они все меня доставляют провести научно-практическую конференцию. Как бы вот снизить вот этот распрат. Да, количество распрата, насилия уменьшить. Но я все как-то не решаюсь. Вот сюда пригласить было, это за мной интересно. Я им всегда говорю, вот так вы пригласите менеджера, руководителя эстреза массовой информации, с ним поговорите. Что происходит, говорит. Поэтому я считаю, там, наверное, что-то происходит. Но мне это не очень понятно, что происходит. А все сидят в интернете и ничего не знают, что там происходит. Борис Николаевич, ну вот вы чему-то же учите студентов, вот эти журналистики. Да, но я... Насколько то, чему вы учите, соответствует вот тому, что это превращается... Значит, телевидение я не учу, но этим занимаются другие люди. Они и смотрят день и ночь программы местного и федерального уровня. Вот они там и идут. Ну, конечно же, у нас есть некоторые стандарты журналистской работы. Мы их и даем, в том числе тревизионную. Потом они приходят с этими знаниями на канал, их переформатируют. И все, вот. Да. Потому что нынешняя телевидение... Об этом я могу сказать. Вот что происходит. Мне кажется, нынешняя телевидение – это очень такой серьезный бизнес. И бизнес руководит всем, в том числе и контентом, и поведением журналистов, и их выбором, того или иного приглашать, того или иного не приглашать. Это тема отдельная и достаточно интересная. Потому что телевидение нынешнее, оно продает вам свою аудиторию, а для того, чтобы аудитория была, они стараются ее таким образом заполучить, чтобы потом продать.